Здравствуйте! О-о-о! Приветствую вас! Так, ну вот такое дело, да, говорите? Здравствуйте! Новая душа из Казахстана через интернет познакомилась. Была в свидетели Евгова. Ленщина приняла крещение полупогрушения. Теперь она не Райхан, а Рахим. Дочь у нее Руфи. И двух внуков крестила Рафаил и Марк. А он обязательно выстоит его? Обязательно. Мы сейчас поехали по всем храмам. Мы просим Ваше благословение, чтобы нам не запретили где поснимать, чтобы на Вас послать. О, вот Иван, календарик новый. Иван тоже. Снажил в семинарии. О, а что их двое? Почему? Двое. Один снимает, а другой фотографирует. А? А я думал, не доверяю. Спасибо. Здесь у нас будет это стоять. У Вас весь бы сохранилось наше? Да. Там у нас очень много нынче. Нынче какой-то год осознан, и столько людей откуда приходят. Из Израиля, отменили хрещение. Магдалину там, где на Сионском. Вчера из Италии один сообщает, нашел православие. Да притом, руководители. Дачи какой-то... Вы покажите, где вы тут деньги зарабатываете. В смысле? Ну, в смысле, где главная работа? А уже здесь? Вот, видите. Вот все работает. Мы попали в самый центр Минополии. Ну, еще один есть, а этот... А еще свет-то выключили. Включите нам его. А, свет? Ну, мы думаем, Солнце уже... Значит, наше положение как было и есть. Мы благодарны Богу. Так. Мы по сегодняшний день считаем, что в наших отношениях с патриархией наступил золотой век. Нас никто не трогает. И даже где-то попытки, если они вот так вот заглаживаются, не как было раньше. Ну, благодаря тому, что я там наверху провентилировал этот вопрос и сказал, не надо трогать Лапкиных. Пусть живут. Да. Видите, в этом разнообразии ярче проявляются наши таланты. Во-первых. А во-вторых, единство в волнообразии. Это как раз и есть идеал церковного, так сказать, жительства на земле. Нельзя же у всех вот одну в ребенку. Ну. Итак, Господний... Рафиль, иди сюда. Так. 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 Сейчас пойдем. На, и тебе еще более сладенький. Встань от меня слева. Так. Мы с Владыкой рядом здесь фотографируемся. Давайте. Так. Ну все. Ты расскажешь в Алтайской митрополии. Вот такие дела. Мы вчера отмечали двадцатилетие нашего первой литургии, которую здесь проводили, получили дома. День Благодарения давлено по Евангелию. Я отбывал уже на Тасе в казахской тюрьме. И вот оттуда приехал человек в Садахстан. Мы считаем, что это... Господь напоминает, чтобы старца были наполнены абсолютно всегда благодарностью. Благодарность – это основное. Сама Юхаристия – это благодарение. Да. Ну все. Мы пошли. Ну, Божие Вам благословения. На добрые Ваши труды. Нашу братью благословите. Да. Благослови Вас. Спасибо. От батюшки послон. И батюшка как себя чувствует? Хорошо себя чувствует батюшка-то, отец Яким? Ну вчера был здесь, служба была здесь. Я вчера при счастье, поэтому у меня настроение особое такое сегодня. Ну слава Богу. Мы ехали мимо и говорили, давайте обязательно Владыку попроведаем. Это хорошо, заходите. Владыка, можно просьбу? Как? Брат наш поехал в Казахстан в командировку, попал в аварию. Сейчас лежит в больнице. Там травмы и машина все сломана. Вы его как-то транспортировали сюда и там показали. Константин сказал. Константин, хорошо. Помолитесь. Сейчас отдадим на молитву. Да. Спасибо, Христос. Наше храм. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Вы помните, что у нас когда день деревни... Да. Леха, не уезжайте. Буду теперь планировать. Ну, как Бог даст вам. А у нас уже престольный праздник? Нет. Он же и день деревни, да? Ну, деревня 16 сентября. Вы были в Беларуси. А летом у вас? А день деревни, когда деревня начала образовываться? 14 мая. В мае. Первое воскресенье с 14. Ну, вот. На день деревни два раза мы приглашаем людей. Ну, вам вот это знают. Постоянно это такое рутинная работа. Это все-таки тоже развеется. Конечно, выезд. А вы всегда видите, когда выезжаете. Я говорю, Христос, как нам приезжает, у него лук после ца не сходит. Смотрит на чудаков, скажет, вот на душе. Ну, такие нам должны быть. На этом Русь держится на всяких вот островках. Чудачество. Да. Иностранцы не понимают, а мы живем в такой стихии. Вам видите, что помогает? Это наше мнение такое, что вы долго просто были там настоятелем или священником. Да вы знаете жизнь человека с самого низа. А когда так, где-то, ну, руководил каким-то хором, а потом раз лепископы, он не знает. А это надо, правда же, надо же человека любить. Да. Вот, который, который на земле живет всего, да всех надо любить, но это особенно простых. Потому что они как раз меньше всего на земле имеют таких вот утешений. Как говорил святой Дмитрий Ростовский, что ближе Богу всего на земле земли делятся. Правильно. Потому что они ничего не получают ни от кого. Все сами руками делают, на Бога надеются, а больше никто не поможет. И уязвимы. Да. В непогоде все пропадает. Да. Поэтому они к Богу ближе. А всем подать дают, всех питают, а сами ни от кого ничего не имеют. Да. Вот это, первое, стоят в очереди земледельцы. Второе, текстильная промышленность, когда Господь одел Адама шкуры. А третье, строительство, где он пещеру нашел, спрятался. А остальные там с чашкой вылизанной стоит то, что подаст. От первой. От первой, надо видать. Да. Ну хорошо. Пошли мы сейчас под всем храмом Иоанна Богослова хотим поехать. Вы устно передай это благословительно, чтобы нам не воспрепятствовали там одну минуту поснимать. Да. Так и скажите. Благословение получено. Если кому кто не верит, пусть звонит. Мы ничего. Мы только подошли три поклона и к какой они приложились и уходим. Но охота снять, она приедет, чтобы увидели, что такое православие. Не просто там, где она видела, а вот в нашей эпархии. У нас здесь, как называть, межконферсональные отношения в Алтайе очень спокойные. Невражения, ничего нет. Правильно? Слава Богу. Слава Богу. Мы не нагнетаем ничего. В Казани пишут, где храм поставят. Мы чек, они рядом, боюют прямо. А что там в Казани? В Ростове-на-Дону спалили, значит, храм. Храм из вагончика был переоборудован. И воскресная школа рядом тоже вагончик. Зажгли все. Палили в свои. Вот, понимаете, какая-то вражда у них там. Почему надо было мирно решать этот вопрос? Ну, на нас, которые враждебные люди-то, они ничего не могут сказать. А священники некоторые прям лютуют. И он вышел один и говорит, что вас потеряет вот нянчики из-то? Да поехать, да сжечь их и все. И армарах один. Камни на обмен. Да заградит его Господь. Да заградит Господь. Такие словения. Это наш шофер. Да? Спасибо. Константина. Да, Константина, пожалуйста. Принесите вам молитвы. Благословися, Владыки. Благословися. 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 Так что... Сергей Тихонович, с Богом. Так, Владихайлович, вы не забывайте, что... Я постоянно повторяю, чтобы за лощи нас не рассорили. А, нет. Нет. Если что, мы будем... Не будем меня отбежать. Неразумение, есть такое... Поразо позвонить. Извините, Бог, очень много. Дьявол не сошел в великой ярость. С веща кого поглотить? Что тут спрашивают? Да... У нас находятся такие... Это московская патриархия. Это патриарх, разные слова. К вам приезжают. Вы отпали от благодати. То есть, ни конца, ни края нет хурения. Да, да. Тоже они. А, тоже они. А, у нас они разбиваются приходят. А мы показаны. Если Владыка этот не благодатный, то приходит... У нас батюшка никто, мы все оконуты. Да. Он же там... Мы не крещённые. И все уже погибшие отвержены. Весь сказ. Да. С Богом. О! Короче, то оттуда приходили. Написано «выход». А, вот куда мы вперёд рванулись? Мы скрыты сюда, отправь? А, вот куда мы, Petra-Vas. А, вот куда мы нашли? Мы просто вышли. А, вот сразу-сразу. А, вот. Да-да-да. Правильно пришли, возможно, в этой комнате. Ну, ну, ну что, храм посмотрели маленький. А? А? Ну там это еще храм, не смотришь. Ну что, это еще храм, не смотришь. Все, если большинство. Ну что, ничего. Нет, ничего. Ну ладно, напротив иконы. Да, ближе к надписи подойдите туда. Вот еще близко, Никита сделай издалека, вот так, все, поехали.